Слава Тебе, Господи! Мир Вам, Угна Сигни. С миром. Я Вас хотел бы спросить, Вы же медийный человек. Да кто его знает? Ну, Вы в Ютубе. Я всё время напоминаю, что у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Да говорите, пожалуйста. А вот у меня такой вопрос. В Ютубе есть такие каналы, Лев Против, СтопХам. Как Вы к ним относитесь? Как? Кто-то против? Ну, Лев Против такой вот. Есть такой человек в Москве, Михаил Лазутин. Тоже с бородой ходит. Против курения, алкоголя вот он. Ну и что? Ну, можете прокомментировать вообще деятельность этого проекта? Ну, я не понял, что к чему это? Что он не разрешает снимать или что? Нет, нет. То есть, Вы видели вообще этот канал? Нет, я не видел. Мне некогда. Я едва успеваю со своим повернусь, а мне некогда по чужим каналам ходить. Просто есть такой человек, вот Лазутин, Михаил. Он снимает видео, как люди курят, пьют, в общем. И он к ним подходит, замечания делает. Я видел, Лев называется там. Да, да. Я видел. Это ничего не дает. Это пустое все. То есть, они деньги зарабатывают? Ну, ему там где-то... Я не знаю про деньги, я знаю только так. И отошли он, и где-то он должен нарваться на свое, не дай бог. Где-то он нарвется, что просто, как перо в бок, и все, как называет нож. Что вы говорите? Где-то один раз сказать, но не так, что, ага, там где-то есть, я буду подходить, там брать, выливать, приступать, полицию призывать. Ну, это... Ничего не дает при том. Они отошли опять те же самые. Ну, идите дома, пейте. То есть, он не против курения, ничего, в неположенном месте нельзя. Сказать можно, конечно, ну, не папирос уже вырывать изо рта. Не будем говорить о нем. Пустое. Это не христианское дело. Да. А вот, Игнат Тихонович, вот люди есть такие, вот я тому пример, которые... Ну, о грехах я не буду говорить, в общем, есть грех и воровство. Вот. И я понял, мне Господь глаза открыл. Ну, чего уж я рассказал, то есть, было дело, когда в юношестве воровали, там, и все. Но потом, когда Господа принял в сердце, то есть, он показал, как, ну, отойти от этого дела, как бы, ну, заменить на работу. Вот. Ну, на трудодеятельность. Вот. То есть, если не хочешь трудиться, будешь воровать. То есть, иди трудись, и не будешь воровать, как бы. Ну, да. Как вот, как нужно правильно работать? Как вот в коллективе себя вести, где вот там, они, например, вот неверующие куют, как вот им говорить об этом правильно, чтобы там вот, ну, коллектив против тебя не пошел, вот такой вот. Ну, как? Об этом уже думать не приходится. Да. У меня человек, через которого я пришел к Господу, Михаил, он работал шофером, ну, не так далеко, по Латвии они ездили. И они шофера там как-то научились, дроссель там вставляют, и чтобы километры наматывали. А километры-то, бензин-то есть, они тогда заезжают, где-то там такой, в боюрак есть, они туда вот сливают бензин, и у них получается, что истратили. А ему говорят, сливай, а он говорит, нет, я этого делать не могу, я верующий. Ну, ты что, мужик, из-за тебя, из-за одного мы и будем такой заработок терять-то? Ему пришлось уйти. Уйти с этой работы. Он сказал, делать нельзя этого, это грех. Ну, допустим, это, понятно, корыстный мотив там. А вот, например, вот мы сейчас едем на данный момент на 4 месяца кровлю крыть. Кровлю. Когда же на поселке, там два дома, в общем, где-то там общий объем около 1000 квадратных метров. Но там вот, я вот христианин, и еще со мной едет один, не пьет, не курит, как бы, мясо тоже не ест. Вот, но остальные как бы там курят. Как вот себя там вести в их не в среде, то есть, навязывать, не навязывать, там, вот прораб там вроде курит. Вас это не касается, вы устроились на работу, ну, дело понятно, умею кратко выражать свои мысли. Никакого отношения это не имеет к тому, что ты веришь. Ты можешь сказать о вреде курения, и на этом все. Или чтобы не курил, когда на тебя ветер дует. Когда курит, то не разговаривай с ним, скажи, не положено разговаривать с человеком, который курит. Каким-то образом, а что, курить, ты не можешь заставить их. То есть, чтобы он сам начал вопрос задавать, а почему? Да, да, может быть, во время обеда, не во время работы. Ну, на все не ответишь никак. Дух Святой должен тебе подсказать, надо или не надо, первый вопрос. А если надо, когда? Что сказать? Эту миссию ты можешь выполнить блестяще. А раз, знаешь, Писание, никуда от Писания не уходи. Оно тебя защитит. Вот у нас было такое. Вам не слышно, видать? Ой-ой-ой. Все равно видео получится, как бы я послушаю. Ну, понимаешь, это перекрывает. Может, потому что у меня закачка все время идет? Я не знаю. Ну, мне страшно, все равно видео получится, вот эти советы я послушаю. Ну, вот приехал, приехал в Потеряевку, у нас один человек, и стали разговаривать, как, чего. Он говорит, я работал на заводе. А на заводе, который выпускает автомобили. И я, говорит, непременно навозил. Навозил? Да. Так, что, чтобы быстро говорить, у меня разговор идет, тут запись. Никогда не ставить, никогда не ставить, дело понятное. Не ставь никогда, все на этом. Еще вопрос есть? Все, нет, я-то никогда не соглашаюсь. Не надо прививок никаких делать, ни себе, ни детям. Категорически против. Вот, здоровый мужик, корью, если не сделать, говорят, заболеешь. Да какой же ты верующий-то? Я вот никогда не давался, даже маленький был ребенок. И во мне мои молекулы все сохранились. И вот он приехал и говорит, я, говорит, целый гараж наворовал. Сегодня одно сворою, завтра другое. И приехал сюда, в Потеряевку, и привез на машине. А теперь пришел ко мне и спрашивает, а что делать? Когда он обратился, уверовал. Я говорю, что делать-то? Отдать туда, где ты был, а он в другом государстве был. Ну, государство, это республика. Казахстан тогда была. Я говорю, ты езжай сейчас в город, краевой. Узнай, где краевой отдел милиции. И к ним подъехай и скажи им. Да к нам какое дело? Скажи им. Скажи, я привез, я сейчас вывалю здесь, и вы разбирайте. Я не имею права взять. Да он так и сделал. Да ты что, мужик? Да-то деньги-то такие, ты тут, все новое у тебя тут. А он вывалил и уехал. Ну, конечно, не разобрали и прочее. Я вам сказал, можете сажать меня, сажайте, я вор. Ну, это последнее, что у него было. Он оторвал эту пуповину. И вот такой еще совет. Можете дать? Алло. Я слышу, говорите. Я просто вас не вижу. Ну, не вижу, я не знаю, почему у меня не работает. Неважно. Черное пятно какое-то есть, что-то у меня с аппаратурой. Ну, говорите, я слушаю рядом, я сейчас посмотрю. Может быть, включится. Давайте, говорите. Вот. То есть, вот человек, который мне предлагает сейчас этот объект, то есть, он христианин. Как бы вот не испортить с ним отношения тоже. А что он предлагает вам? В общем, он находится, нашел объект в элитном, в общем, таком коттеджном комплексе в Подмосковье, то есть, чтобы именно побольше денег заработать. И вот он меня как бы, мне предложил, то есть, подзаработать хорошо денег. Как бы вот его не подвезти, вот там? Я не совсем понял, что он предлагает-то вам? Он нашел, ну, заказчиков, которым нужно крышу покрыть, в общем, там около... Ну, это я понял. Еще дальше. Вот. Ну, в общем, он, говорит, собери команду, там, 3-4 человека. Вот. И, в общем, ехайте своей командой, я вам отдаю эти объекты. Но, чтобы вы меня не подвели, говорит. Ну, так, чтобы вас не подвели. А то, может, так. Договор должен быть на руках. Количество чего? Рубляй, все подписано с печатью или как. Иначе вас кинут, и ты виновен будешь перед теми, кого набрал. Тебе башку снесут. Будут думать, что ты заворовался. Это рабочая, это бумага, одна бумага, она ничего не стоит. Где-то там, или в нотариусе, или где заверить это, прорабам или кто-то. И при получении денег, договор, на столько-то рублей, тогда-то мы делаем, вот так-то, так-то, так-то. Я прорабом работал, я знаю, я прораб. То есть, приехать и прорабу сразу сказать, да? Ну, да, заставить, создать, чтобы он был, кто товарищ-то ваш, который это, дает работу-то. Ага. Кто будет деньги получать, они вам будут платить или ему? Нет, ну, мы как субподрядчики идем. Они ему, а он нам. Ну, вот, теперь, а он-то сколько себя оставляет? Ну, там немного, там, процентов. Ну, вот и не знаю я. Вот это все надо обговорить. Ага. А как вот, чтобы его не подвести, там, как нам нужно трудиться вообще? Как работать? На полную отдачу. Как будто для Христа делайте дачу. Все, что делаете, делайте, как для Господа. А какие у Господа требования вообще? Отличного качества. Я работаю, вот, работал до этого, до армии. Нет, это после армии уже я работал. Прорабам-то нельзя было. Я пошел плотником, печеньком, там, я все специальности знал. И я настилаю полы. А снизу полы, пятиэтажные здания, надо антисептировать. А это внизу дается порошок, там, корыто, я должен размести и кистью промазать доски с обратной стороны, чтобы грибок их не ел. Ну, это же воздействие надо-то, и тебя пачкает одежда, и все, и теперь с ними воздействие. И они так, прямо на сухую доски ставят, и все. Другие там, в других подъездах-то. Ну, и комиссия пришла. А для того, чтобы не гнило, решетку делаешь по углам, ну, по 20 на 20 сантиметров, с дырочками, чтобы в воздух вентиляция была. Они еще не закрыты, так руку-то осунули, ничего нету. Второй, третий, поднимать доски. Подняли, не антисептированно, полностью снимать полы. Вырывать гвозди. Ну, они там все это проверили, шабаш, ой-ой-ой. И ко мне пришла комиссия. Бригадиры говорят, а тут не проверяйте, это баптист работает, у него, говорит, все как надо. И они руку сунули, руку сразу запачкали, антисептик, они в другое. Обычно делают так, под эти должны быть подкладки, под лаги, ровно, чтобы. А они там как-то на клиночках расклинят, чтобы она в стенку уперлась. Ну, а прыгнула, она и села, и пол пошел плясать. А выравнивать-то надо по уровню. Она там время много отнимает. И они точно так же у меня попрыгали, она как железом спрекована. Они ни одного замечания не сделали и пошли. А бригадиры, большая бригада, он говорит, дали бы мне шесть таких человек, говорит. И все, заберите все эти бригады свои. Я ни одного перекура не имею. Сторож подойдет, скажет, а что ты домой не идешь? Как домой? Так уже все ушли, а я и не знаю, один. Часов никогда не было. Ну, как работать? Так. Как, говорит, комар носа не подтощит. И вот еще такой вопрос. Игнар Тихонович, если вот десятину платить, как бы я в вашей церкви не состою, членом вашей организации, вот, вам можно отправлять десятину в свою? Надо узнать. Можно, но только это надо обдумать. А то вы будете говорить, что я вас выманул. Я могу... Вы как выманули, просто... Я вам скину сейчас... Мать умерла, четверо детей остались. А вы туда переведете. Хорошо. И переводим все время. А ребятишки... Вы мне карточку эту дайте, я всю... Я карточку дам, объявление. Объявление вы прочитайте. Там ролики сняты, как с ней прощаются, как хоронят. Там все. Там ни обмана, ни грамма нету. В общем, Игнат Тихонович, вот я вам при жизни обещаю, вот, пока я тружусь, вот такие советы даете. Я всю десятину, вот, ну, пока я жив, там, буду им отправлять туда. Вы этим ребятам скажите, скажи, вот такое дело, десятина, десятая часть, нам и не заработанная, Бог ее приложил. И вот, скажи, умерла мать, а отец глухонемой, да еще на ногах редко стоит. Дети уже подрастают, в училище учатся. Решили им составить фонд, покупаем что-то через кого-то. Я в этой, нас четверо там, я состою с советником, что покупать, чтобы мне сказали. Я посоветую, надо ли, не надо детям это покупать. Вы им скажите, хотите отправлять десятину, вот вам телефоны, куда, с чего переводить. На детей. Скажи, у меня ролики есть, посмотри, там, ролика 4, наверное. То есть, если кто-то еще там будет. Да, 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 да. Дело в том, что она, ее звали, значит, Настя, Анастасия. Валерьевна. И она заболела 10 лет назад. И она плакала и молилась, Господи, ангел хранитель, дай мне 10 лет, чтобы детей поднять-то. Дай поднять-то. И ровно через 10 лет заболела рак. Я говорю, Настя, а ты не хочешь еще помолиться? Она говорит, нет. Я уже устала. И это нельзя так просить. Он выполнил ангел. Ровно 10 лет. И это все, в больнице я с ней разговариваю, все записано. Ну, а так не будет ничего, как бы, вот, что, десятину туда-то как было? Нет, никак. Это на дело Божие. Это Божие. Ты Богу отдаешь, ты не человеку. Я эти деньги знать не буду даже. Обо мне думать не надо. Вот так. И ты можешь ей сказать, чтобы она позвонила тебе. Ее Галина Александровна звать. У нее самой четверо ребятишек. Хорошо. Дети очень талантливые. Старшая дочка. У нее, кажется, около ста наград. Она исполняет классическую музыку там это, на пианино. То есть вы благословляете на это, да? Да. То есть, чтобы свои десятину туда отправить? Да, 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 да. А как ей позвонить можно? Ну, они никуда не тратятся, они сохраняются. Недавно нужно было купить там электрический прибор, чтобы готовить что-то. Все посоветовались. И еще одна женщина тут. Тогда она поехала купила. Мы все засняли, у нас все выставлено. И чек показываем людям. Ну да. Чтобы кто жертвует. Может быть не десятину, а просто какие-то пожертвования? Пожалуйста, ваше дело. Я вам сказал, как кончим. Я просто хотел десятину вашу общину отправлять. Нет, в общину не надо. И на человека конкретно. Они члены общины нашей ребятишки. А хоронить, хоронить будет другая женщина, которая избрана для этого. Хорошо. Галина Александровна. А как с ней связаться? А я скину, вот как кончим беседовать. Я тут и скину. Хорошо. Ну, все тогда на этом, да? Все на этом. До свидания. Благодарен вам. Спаси, Христос. Во веку. Аллилуйя. Отключайте.